Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Как вы помните, мы недавно приготовили две чудесные головки сыра сулугуни. А если не помните, то ссылку на видео о том, как приготовить сыр сулугуни я размещу в описании этого видеоролика. Отменный получился сыр сулугуни. Первую головку мы слопали за три дня буквально. Правда, я с братом немножко поделился. В общем, всем очень понравился, очень классный. При том, что мы недавно приехали из Кавказа, так вот, мне наш сыр, который мы приготовили сами, значительно больше понравился, чем, допустим, в Тбилиси мы покупали сулугуни. Ну, может, я хвастаюсь. Может, на самом деле в Тбилиси лучше, но мне мой понравился больше. Мы с Ларисой очень старались. Вот, друзья, но не буду вас утомлять. Вторую головку мы решили закоптить. Вот эту вот головочку мы сейчас попробуем закоптить и сделать копченый сулугуни, тоже так, как его делают, допустим, в Грузии. Есть несколько вариантов копчения, мы долго разбирались, как правильно коптить. Ну, основной вариант – это копчение в течение 3-4 суток холодным дымом. Есть несколько, нашли мы вариантов, даже нашли видео о том, как парень один делал горячего копчения при температуре 80 градусов в течение полутора часов. Но, так как это сыр плавленый, он расплавится нафиг, мне кажется, ничего не получится. Я, кстати, так и не понял, получилось у этого парня что-то или нет. Короче, приняли такое решение. Коптить при средней температуре, будем коптить при температуре 35-40 градусов, то есть не горячее, даже, наверное, 35, не 40, чтобы он не расплавился. Где-то рассчитываем закоптить за 5-6 часов. Сейчас, друзья, я готовлю коптильню, мы помещаем сыр в коптильню нашу, покажем вам этот процесс. Ну и, соответственно, после этого проведем дегустацию, расскажем, получился у нас копченый сулугуни, какой он получился. Вкуснее он, чем в Грузии, или в Грузии вкуснее, чем у нас. Ну, в общем, поделимся результатом, покажем разрезы, покажем степень, как он закоптился. На самом деле, процесс копчения сыра... Несколько раз я уже пробовал закоптить покупной сулугуни, мне результат не нравился. Первый раз пробовал таким при температуре 55 градусов, коптили 3 часа, как-то он горечью, ну, получается, горчинка от дыма взялась. Второй раз мы коптили сутки холодным дымом, вот он практически не прокоптился. Ну, а сейчас вот попробуем при температуре 35 градусов, наверное, я думаю, что, да, часов 5. Ну, будем смотреть по результату, будем смотреть по внешнему виду, я буду показывать промежуточные этапы, ну и, собственно говоря, естественно, сразу же покажу результат, друзья. Я готовлю коптильную. Помещаем наш сулугуни в коптильную камеру. У нас вместе с ним будут коптиться сосисочки, поэтому на нижнюю полочку ложим сулугуни. И сейчас я запущу дымогенератор. Температуру я уже поставил 35 градусов. Вот дымогенератор запущен. Камера начинает заполняться дымом. Сейчас он немножко разгорится. Я уменьшу мощность. И, собственно говоря, наш сырок будет коптиться. Вот так вот выглядит наш сырок. Через час копчения, то есть он уже немножко пожелтел, начинает подкапчиваться. Ну, естественно, просто открыл проверить. Естественно, еще буду коптить достаточно долго. Друзья, наш сырок коптился 7 часов. Уже стемнело. И вот мы его достанем. Хорошо, он прокоптился. Я его час назад проверял. Здесь вот такой вот он желтенький. Хорошо закопченный. Ой, дыма сколько. Ну, собственно говоря, друзья, мы оставляем его отдыхать до утра. А утром будем дегустировать. Я просто хотел показать, что именно сегодня вечером мы его вынимаем, что не оставили на ночь там коптиться и так далее. Что именно коптили мы его где-то 6,5 часов. Ну, что ж, друзья, на следующий день продегустируем наш копченый сулугольник. Пахнет... Блин, наш слюнкный текунь. Пахнет потрясающе. Я разрежу его. Покажу вначале разрез, а потом попробую. Мне самому интересно. Первый раз сделал по этому рецепту. Разрез очень хороший. Разрез очень хороший. Сейчас покажу его. Мне перекоптился он. Вот, посмотрите, друзья, такая золотистая корочка прекрасная. И в своей массе сыр немножко изменил цвет. То есть он был совершенно белый. Сейчас он стал желтый. Причем совершенно равномерно. Вот, коптили мы его почти 7 часов, 6,5. Но результат мне очень нравится. Запах тоже нравится. Сейчас попробуем вкус. На запах просто великолепно. Причем вот остался запах сыра. Не перекоптили мы его. То есть нету тупого дыма. И все. Легкий копченый вкус. Немножко стал похож на косичку. Он стал более плотный. Я его коптил при температуре 35 градусов. Да. И он стал немножко более плотный. Он был более сочный до копчения. Стал более вот такой вот. Вот эти вот слои. Когда мы готовили сулугуни, он же слоеный немножко. Потому что тесто сырное заворачивается вот так вот много раз. Эти слои стали более лучше. Вот более слоеная структура у него стала после копчения. Очень похож на косичку. Но не знаю, что косичку бывает вообще не разжуешь. А это такой в меру мягкий. Но там да, он стал более жесткий, чем обычный сыр. Получилось все, я считаю. Что, друзья? Доем вкусно. Не могу положить. В общем, что я хочу сказать. По рецепту копченый сулугуни, вот такие вот головки должны коптиться трое-четверо суток. Но холодным копчением. Мы читали, кто-то даже написал, что семь суток они коптятся. По-моему, это полная ерунда. Коптить горячим копчением я не пробовал. Но мы, кстати, пробовали несколько суток коптить покупной сулугуни. Он получился просто тупо горький. Такая горечь от копчения сильная. Мне не понравилось. Но он очень сильно прокоптился. То есть этот сыр мы коптили 6,5 часов при температуре 35 градусов. Какого результата мы достигли? Красивый копченый вид. Сыр немножко поменял цвет, он стал более желтый. Жалко, что не осталось уже сулугуни не копченого. Мы его быстро очень использовали. Собственно говоря, съели вкусный сулугуни, очень домашний получается. Он стал более желтый. Значит, он стал более твердый по своей структуре. То есть все-таки не копченый, он был более мягкий. Очень классный запах и легкий привкус копчения. То есть он не перекопченный. Он не такой твердый, что его невозможно сгрызть. Вот именно в самый раз, я считаю. В общем, копченый сулугуни, друзья, полностью удался. Чего и вам, естественно, желаю. Друзья, надеюсь, что это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а мы будем снимать для вас новое видео. Всего доброго, пока!